МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валентина Адамовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. Плательщик вправе направить сообщение об этом в налоговый орган по месту постановки на учет. Налоговый орган, получив такое сообщение, проведет какие-то дополнительные мероприятия и при наличии оснований начнет административный процесс в отношении нерадивого продавца. За непредоставление документов и иных сведений, которые необходимы для осуществления налогового контроля, а также за предоставление недостоверных сведений, предусмотрена административная ответственность по статье 13.8 Кодекса об административных правонарушениях. Ответственность за невыставление электронных счетов фактур как раз попадает под эту статью. Сумма штрафа может колебаться от 2 до 30 базовых величин. Все зависит от продолжительности периода невыставления электронных счетов фактур. Кроме того, хочу сказать, что налоговые органы самостоятельно могут выявлять таких плательщиков, которые не выставляют электронные счета фактуры в ходе камерального контроля. Камеральный контроль осуществляется в личном кабинете инспектора. Это подсистема АЭС электронных счетов фактур. И аналогичный камеральный контроль может осуществляться также самим плательщиком в своем личном кабинете. В случае, если налоговые органы выявят какие-то отклонения показателей налоговых деклараций с данными, сведений электронных счетов фактур, то понятно, что налоговые органы будут направлять уведомления, обращаться к плательщикам с просьбами, пояснить природу этих расхождений. Ну и для того, чтобы и в дальнейшем принимать решение, получив ответ на свое уведомление, оценив этот ответ, налоговый орган будет решать, что же делать дальше. То ли составлять акт камеральной проверки, то ли еще дополнительно запросить первичные учетные документы. Так вот, для того, чтобы не создавать лишние работы и для себя, плательщику, и для налогового органа, плательщику сегодня необходимо организовать свою четкую работу по следующим направлениям. Первое. В обязательном порядке четко и корректно заполнять налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость в соответствии с постановлением МНС номер 42. Принимать к вычету суммы входного НДС только при наличии следующих обстоятельств. Наличие первичного учетного документа и наличие электронного счета фактуры. Третье. Своевременно и правильно создавать и выставлять электронные счета фактуры. Я могу привести пример, когда абсолютно на ровном месте может плательщик создать дополнительную работу как для себя, так и для налогового органа. Например, продавец работает с покупателем, который не является платежщиком НДС. Покупатель информирует продавца о том, что ему не нужны электронные счета фактуры, может ему не выставлять. В данной ситуации продавец все равно должен создать и выставить электронный счет фактуру, но только не в адрес покупателя, а на портал. В противном случае камеральный контроль покажет отклонения по налоговой базе, по НДС. И начнем разбираться с плательщиком, почему эта ситуация сложилась. Спасибо, Валентина Адамовна. А я напоминаю, ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова